Теперь мы на спорте! Передо мной сейчас спортсмен, который в своем виде спорта добился, наверное, максимальных результатов, максимальных успехов, или я о чем-то не знаю, то есть какой-то рубеж, может быть, остался непокоренным в ледолазании? Я, наверное, скажу конкретно того, о чем мечтаю я, допустим, ледолазание, чтобы стало олимпийским видом спорта, хотя все-таки понимаю на 90%, что, наверное, как спортсмен я этого не дождусь, но у меня есть планы на моих спортсменах, которых я сейчас тренирую, и, наверное, я уже в этом покажу конкретно как тренер. Я как раз хотел поговорить о вашей не только профессиональной карьере, но и тренерской, но чуть попозже, а начать все-таки с наиболее актуального вопроса, это, к сожалению, текущая ситуация, пандемия, коронавирус. Как вот вся эта ситуация повлияла на ваш вид спорта, на ледолазание, то есть насколько пришлось скорректировать подготовку к новому сезону и вообще состоится ли сезон в ледолазании вот в этом году? Ну, наверное, нет таких областей, которых это не коснулось, нас, конечно, тоже. Единственное, в чем нам повезло, это закончить прошлогодний сезон 2020 года, провести все старты удачно, все международные мы посетили, и последний старт, который был завершающим в городе Кирове, это первенство мира, его тоже провести успели, ну и после этого началось все самое неинтересное для нас. Конечно, этот сезон тоже пострадает, и уже коррективы внесены, уже все планы примерно известны, единственный вопрос остается, выпустят из страны сборную или нет, потому что есть старты, которые будут международные, они тоже скорректированы, потому что в этом году по графику идет чемпионат мира, его международная федерация проводить не может, потому что азиаты и американцы, и канадцы приехать пока никак не могут, поэтому они проводят чемпионат Европы второй год подряд, и Кубки Европы. В рамках этого большинство европейских стран, особенно Шенген между собой, могут быть на этом старте, и, конечно, сборная России будет пытаться попасть на этот старт. Для того, чтобы выехать в Европу, нужно получать специальное разрешение от Минспорта, я правильно понимаю? Сейчас, да, только такими вариантами, сейчас просто туристические визы не подойдут, поэтому мы будем делать запрос, если нашу команду одобрят, то мы поедем. Как пришлось корректировать вот в связи с пандемией подготовку к новому сезону? То есть наверняка ведь выезжали на какие-то сборы, вот как этим летом, то есть тогда, когда закладывается, в принципе, вся база физическая для такого вида спорта, как ледолазание, вот пришлось скорректировать всю подготовку. Да, было очень интересно в онлайн проводить тренировки у скалолазов и ледолазов, это на самом деле очень изобретательный должен быть тренер, но мы справились, мы физическую форму детей поддерживали, кто-то мог присутствовать на занятиях, кто-то выполнял задания самостоятельно, Но когда нас выпустили летом на тренировки уже на ледодром и скалодром, там, конечно, мы начали втягиваться, подтягивать форму, и летом мы все провели дома, потому что выездов не получилось, не смогли ни спортсменов вывезти, ни самостоятельно, поэтому форму мы всю подготавливали в домашних условиях. Конечно, немножко разнообразия нам, допустим, не хватило, но так как уровень ледодрома у нас очень высокий в городе, поэтому мы готовы на все 100, и поставлена перед командой была задача, несмотря ни на что, будут старты, не будут, чтобы спортсмены были в форме. Ну, это вот лично я для себя, для спортсменов, которые тренируются у меня, еще в конце августа сказал, ребята, мы тренируемся, как тренировались дальше, и надеемся на лучшее, что мы куда-то поедем и покажем себя во всей красе. Сейчас можно сказать, что проведению нового сезона уже ничего не угрожает, или до сих пор есть какие-то опасения, что какие-то старты все-таки не состоятся? Опасения есть, да, потому что несколько этапов Кубка Европы уже отменены, которые в ноябре-декабре проводятся, потому что в Европе обстановка тяжелая. На январь запланирован чемпионат Европы во Франции, он пока стоит, то есть его пока не отменили, мы планируем попасть именно конкретно вот на этот в данном сезоне для нас самый важный старт. И потом два Кубка Европы, еще Швейцария и Лихтенштейн, зацепить их. Российские старты несколько тоже пострадали, потому что в Кировской области отменен старт Кубок России, который в начале декабря должен был быть. Единственное, что несколько дней назад хорошей новостью для нас стало, это то, что мы можем провести областные соревнования для нас, это тоже очень важно. Молодых спортсменов мы не можем вывести на российский уровень, пока они не выступят на областных, не выполнят определенные разряды. Старты будут, и в декабре у нас еще намечается чемпионат России в комбинации, это двоеборье оба вида в Тюмени. Старт будет, мы туда планируем поехать. Как раз сняли у меня с языка вопрос о том, состоятся ли в Кирове в принципе какие-то соревнования российские или может быть международные, то есть максимум на что может рассчитывать наш город вот в этом сезоне, это наверное всероссийские соревнования. Этапа Кубка России не будет точно, будут областные и пока рассматривается вопрос по проведению Кубка мира в марте, еще пока надежды есть на это, нету стопроцентного отказа и мы все надеемся, что что-то все-таки будет, потому что сейчас в данный момент в Москве проходит чемпионат Европы по скалолазанию, на который ребята из других стран смогли приехать и мы надеемся, что и к нам иногородние спортсмены и иностранцы тоже смогут приехать. Такая ситуация обнадеживает, что все-таки в столице нашей родины, где как ни крути, а все-таки эпицентр заболеваемости разрешает проведение подобных мероприятий. Да, с соблюдением всех норм, мы тоже думаю справимся с этим. Ну будем надеяться, что и в Кирове пройдут события подобного масштаба, тем более до марта еще в принципе достаточно много времени, но все мы знаем, что и сезон в любых видах спорта и в ледолазании он достаточно скоротечный. Если определить в месяцах, сколько он может занимает такой активный сезон именно в ледолазании? Активное выступление это 4 месяца. То есть с ноября по март примерно? С ноября по март, да. Плюс еще 2-3 месяца подготовка. Это конкретно к сезону. А там все идет в межсезонье. Конкретно про вашу профессиональную карьеру. Если я правильно посчитал, то сейчас у вас идет уже 18 сезон в профессиональном ледолазании. В одном из интервью вы сказали, что однажды почувствуете некий толчок, может быть, и настанет такой момент, когда вы поймете, что пора заканчивать. Я надеюсь, что такой момент пока не настал. Сомнения, конечно, каждый год бывают, потому что очень много молодых, сильных спортсменов приходит. Но первые старты, которые в сезоне проходят, плюс многие спортсмены, это мои спортсмены. Я вижу, на что они сейчас готовы. Все-таки пока я еще держусь и понимаю, что уровень у меня высокий, и пока я держу эту планку, я буду выступать. Я для себя это решила. Как только я почувствую, что начинаю уступать, несмотря на то, что выкладываюсь на 100%, в тот момент я считаю, что пора уходить. Ну, я, наверное, дополню, что молодым спортсменам нужно еще вас сместить вот с этого олимпа ледолазания и достичь тех высот, которые достигли вы все-таки. Я думаю, что многим молодым спортсменам, я, по крайней мере, на это надеюсь, служу примером, потому что очень сложно тренироваться, не имея какой-то мотивации. А когда у тебя рядом тренер, который может, и, соответственно, спортсмены тянутся и делают тоже. Вот я недавно провел аналогию такую между ледолазанием и фигурным катанием. Не удивляйтесь, сейчас объясню, в чем причина. В фигурном катании, как правило, это сейчас стало юношеским таким видом спорта, где уже там в 16-18 лет девушки считаются чуть ли не ветеранами спорта и вынуждены уходить, потому что их более молодые конкурентки соперницы, их просто поджимают. В ледолазании такого нет, все-таки есть и более возрастные спортсмены. Нет, такого нет. Во-первых, ледолазание очень технически сложный вид спорта в связи с тем, что мы работаем со сложным оборудованием, это ледолазные инструменты и зацепки, которые расположены на трассе. С каждым годом технически сложные трассы становятся еще сложнее и, не имея определенного опыта, ну, так на свою вскидку, 5 лет минимум должен спортсмен повыступать, поездить, пополучать шишек, чтобы выйти на какой-нибудь более-менее уровень. Бывают такие уникумы, которые выстреливают первые 2-3 года своих выступлений, но продержать эту планочку очень трудно. Поэтому, так как вид спорта тяжелый в техническом плане, тут очень много надо набрать опыта сначала, чтобы быть на высоте. Поэтому молодым спортсменам в этом спорте тяжелее. Но в то же время нельзя сказать, что в ледолазании нет конкуренции. Конкуренция наверняка ведь достаточно высокая. Конечно, потому что если ты берешь опыт, молодые спортсмены берут другими качествами своими, более выносливые, более, может быть, быстрые, скоростные, если брать отдельный вид скорости, то очень сильно помолодел вид. Очень много молодых спортсменов входит в тройку сильнейших на мировом уровне, с которыми бороться сложно спортсменам старшим. Но, опять-таки, повторюсь, что держать планочку и выступать несколько стартов подряд на уровне призеров сложно молодым. Поэтому старшие спортсмены в этом случае берут опытом. Я правильно понимаю, что сейчас вы делаете упор больше на дистанции, на трудности, а не на скорости именно выступаете? Вот всегда для меня было 50 на 50. То есть я не теряю веры в себя и в скорости, хотя молодые спортсменки действительно на тренировках быстрее. Тут секрета нет, я это вижу, потому что я их тренирую. Большинство девочек, которые сейчас в тройке международной, это девчонки мои. Бегу с ними на тренировках, вижу, как они бегают и вижу, что они сильнее. Но на соревнованиях побеждает опыт. В конце концов, нужно еще все эти знания, умения, которые приобрели на тренировках, их воплотить в соревновательный период. Это не так просто, далеко не всегда. Тут психологически очень действует, потому что частенько мы выходим бежать в паре спортсменка моя со мной. И если это первый, второй, третий раз, если она еще не привыкла к этому, выигрую я. Это уже проверено. Не то, чтобы я какие-то применяю специальные штучки, но тяжело девочкам. Я это понимаю, я сама была молодым спортсменом, начинала бегать с более именитыми спортсменками. Мне было сложно в парных гонках с ними, несмотря на то, что я могла их обогнать. А когда начинали, вы на кого ориентировались? Кто-то был для вас вот таким ориентиром в спорте? Ну, если взять в трудности, это, конечно, иностранные спортсменки. Наших сильных девчонок было немного, а в скорости больше, наверное, на мужчин, потому что наша сборная всегда была в лидерах в скорости, а мужчины показывали такие результаты, которых ни один иностранец не мог достигнуть на скорость. Конечно, девчонки подтянулись потом, и сейчас уровень лазанья очень сильно отличается, допустим, если даже взять пятилетней давности уровень лазанья. Какая сборная сейчас сильнее, по-вашему, мужская или женская сборная России? По медалям? По медалям, может быть, по перспективам дальнейшим, по прогрессу? Честно, одинаково, потому что мы чаще всего тренируемся вместе, мальчики и девочки у нас не разделяются. Кто-то тренируется в паре, допустим, мальчик с девочкой, и друг за другом тянутся. Ну, понятно, девчонки за мальчиками тянутся, а мальчики смотрят на своих соперников, допустим, из других городов. Сборная сильная, особенно на скорость. На скорость, конечно, медали все наши трудности, мы иногда уступаем, но стремимся к этому и стремимся в первую очередь показать уровень лазанья, потому что уровень лазанья у российской сборной высокий. Вы уже сказали, что параллельно с профессиональной карьерой вы еще и ведете тренерскую карьеру, причем ваша тренерская карьера немногим меньше, чем профессиональная карьера в ледолазании. Ребята какого возраста сейчас у вас занимаются, насколько вот уже достигли каких-то определенных успехов, и есть ли среди них те, кто в будущем может вас заменить вот на олимпе ледолазания? Тренирую я действительно уже 16 лет, причем есть спортсмены, которых я начала тренировать в 7, сейчас им уже за 20, то есть это ребята, которые выросли на моих глазах. Отношения очень хорошие, потому что это как второй дом у большинства, кто в профессиональный спорт приходит, они чувствуют себя здесь комфортно. Тренирую возраст совершенно разный, то есть есть и детки 10 лет помладше, и есть уже взрослые спортсмены 20-22, те, кто постарше, они, конечно, больше переходят уже на самостоятельные тренировки. Что сказать конкретно по уровню, какого уровня спортсмены? Вот в этом сезоне, в прошедшем, два спортсмена выполнили мастеров спорта, им еще на присвоении находятся документы, и двое получили уже мастера, то есть уже присвоены. Чемпионка Европы, чемпион России, второе место на чемпионате Европы, победители первенства мира. Результаты высокие и очень сильные. Ребята конкурируют со взрослыми спортсменами, даже только выходя на международные соревнования взрослые, они уже составляют огромную конкуренцию. Конечно, и со мной конкурируют. Что конкретно вопросом, когда кто-то из них заменит, допустим, лично меня, хотелось бы немножко с другой стороны думать, что они будут соревноваться не конкретно со мной, даже не со спортсменом конкретным, а преодолевать те трудности, которые в данный сезон поставит для них, допустим, подготовщик на соревнованиях. Они будут уметь преодолевать ту трассу, которую им предъявят. Тут гонка идет не за конкретным человеком, наверное, а за технически сложными трассами. Я правильно понимаю, что сейчас у вас занимаются ребята из Кирова и Кировской области, или есть те ледолазы, которые приезжают из других регионов, чтобы тренироваться у вас? Нет, в основном, конечно, это город Киров. Есть ребята, которые, как друзья, приезжают к нам тренироваться, и мы обмениваемся опытом из большинства российских городов, и мы иногда к ним тоже ездим. И это очень важно для нас, для повышения уровня лазания, и особенно для молодых спортсменов. Меня всегда интересовал вопрос, а насколько вообще ледолазание, как вид спорта, в нашем городе популярен? То есть сколько ребят вообще занимаются, приходят ежегодно, остаются в этом виде спорта? Ну, есть ребята, которые приходят конкретно заниматься спортом, показывать результаты. И этот спорт, особенно вот скалолазание, он же в зале, там тепло, комфортно, очень многим нравится как для общего развития. Таких ребят у нас очень много. Тех, кто профессионально приходит и продолжает заниматься спортом, конечно, остается меньше. Но вид спорта растет, интерес к нему растет. Не сравнимся мы ни с лыжными гонками, конечно, потому что более технически сложный вид. То есть пойти полазать с ледовыми инструментами в кошках по льду, это не просто там выйти побегать на улицу. Это сложнее намного в плане организации. А так прирост огромный и заинтересованность огромная, потому что нынешняя молодежь очень любит экстремальные виды спорта, а он куда экстремальнее многих. Я, наверное, добавлю, что ведь не только экстремальный, он еще и захватывающий, и зрелищный. Даже когда в нем не участвуешь, когда за ним наблюдаешь, это очень интересно. Не только прохождение трассы на скорость, когда за считанные секунды взлетают по вертикальной ледяной стене, но и на трудность, потому что за спортсменов, ну, правда, переживаешь. И фактически там, ну, просто поддерживаешь их, и иногда не понимаешь, как можно удержаться. С этим соглашусь, да. Как можно удержаться на одной тяпке и не упасть. То есть для обычного человека это, ну, просто уму не постижимо. Ну да, за грани фантастики. Наверное, последний вопрос вам задам. Вы человек, который в своей карьере два раза уходил в декрет и два раза возвращался, причем возвращались с триумфом в профессиональный спорт. Насколько вообще тяжело делать такие перерывы в карьере, и как потом восстанавливаться? Ну, первый раз было сложнее, потому что это было первый раз. Ты не понимаешь, с чего ты начнешь, а начинаешь ты, ну, грубо говоря, с одного подтягивания. Если ты в сезоне 40 раз подтягиваешься, выходя в сезон после декрета, это почти ноль. Единственное, что мне было проще, это то, что был уже опыт выступления на высоком уровне. Я понимала, до чего я должна дотренировать себя, чтобы составлять конкуренцию так же точно, как составляла раньше. Получалось выйти, причем за достаточно короткие сроки, с огромной помощью родственников, потому что без этого никак, ребенок маленький. Второй раз было в разы проще, потому что я уже понимала, что однажды вот это вот чувство, что ты слабый, что ты не можешь после выхода, оно закончится через месяцок-два, ты станешь сильнее, а там еще сильнее и сильнее. Ну, в принципе, получалось очень уверенно. Я бы даже сказала, что после декрета я выходила на новый уровень выступлений и приобретала для себя какие-то новые качества и огромный опыт. Я могу ошибаться, но, мне кажется, после декрета вы завоевали не меньше медали, чем до. Ну, вот если взять второй раз, то тот сезон я выиграла полностью все старты международные на трудность. Скорости сейчас даже не вспомню, но действительно было даже для меня шоком. То есть я на такое не рассчитывала. То есть я готовилась максимально хорошо выступить. И выступила, получилось, что лучше всех. Вы вообще ведете подсчет своим медалям? Сколько их в вашей международной карьере или уже давно сбились? Конкретно количество медалей не считала. Считали, сколько раз была победителем чемпионата мира, чемпионата Европы, этапов Кубка мира. Вот эти награды считала. А количество медалей, я думаю, что там уже за 200 завалило за все время, поэтому сложно пересчитать. Я думаю, что будем заканчивать нашу программу. Большое вам спасибо. Напомню, что в студии была Мария Толоконина, королева ледолазания. Она участвовала в программе «На спорте». Я ее ведущий Антон Погодин. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Спасибо.